Мальчик, который воскрес. Реальная история. Одна из наших сотрудников на Шри-Ланке поделилась этой потрясающей историей реального Божьего чуда. Меня зовут Фатима. В скором времени волонтер Christianvation на Шри-Ланке. Я выросла мусульманкой, но стала христианкой после того, как Господь спас чудо моего сына. Из-за моего обращения к христианству нам пришлось несколько раз менять место жительства по причине гоняний со стороны моей семьи и общества. Я имела счастье быть ученицей и принять крещение у пастора Хамида, также бывшего мусульманина. Он мне как отец. Благодаря его наставлению я нашла в себе силы делиться своими свидетельствами и любовью Христа с другими мусульманами. В подростковом возрасте я училась в мусульманском колледже для девочек. К сожалению, отец не позволил мне закончить обучение и обурчил меня. Это был несчастливый брак. Мой муж оставил меня на 8 месяце беременности. После того, как родился мой сын, отец продал дом, в котором я тогда жила. А когда я посмела задать вопрос по этому поводу, поднял на меня руку. Я была в глубокой депрессии и на грани самоубийства. Но, слава богу, одна христианская семья приютила нас с сыном у себя дома. Они также подарили мне Библию. Поначалу я не только не читала, я даже не прикасалась к ней, потому что верила, что это не святая книга. Но, несмотря на это, те христиане продолжали любить и заботиться обо мне. В четверг перед Пасхой на улице перед домом христиана против мечети, мой маленький сын попал под машину и оказался зажат между тук-туком и мотоциклом. Когда я увидела его на дороге, я упала на колени и закричала, кто мне теперь? Кто у меня остался? Я не понимаю. Затем я упала в обморок и добрые христиане отнесли меня обратно домой и привели в чувство. Напротив дома был огромный крест, который я и раньше видела. Но в этот раз мне показалось, что по нему текла кровь. Я подошла к этому кресту и закричала. Иисус, что мне делать? Что если он живой, то должен вернуть моего сына к жизни, особенно потому, что следующий день был днем воскресения. Я пообещала ему, что если он воскресит моего ребенка, то будет единственным богом для меня и моего сына. Доктор в больнице констатировал смерть и посоветовал мне отправиться в полицейский участок, заявить о насильственной смерти. Меня окружили христиане и мусульмане из ближайшей мечети. Тогда как я держала сына за ногу и рыдала, «Иисус, ты должен воскресить моего сына, ты должен вернуть ему жизнь, мы принадлежим тебе». Ты многих воскресил из мертвых, я видел это в Библии. И когда я произносила это, я почувствовала движение в теле сына. А его ледяные ноги и руки стали тепелеть. И тут, тут же теперь сообщила докторам, что ноги сына пошевелились, и они приняли исследовать его. Позже врачи заключили, что мой мальчик абсолютно цел и здоров. Сын очнулся, сказал мама, два человека в белом с крыльями подняли меня наверх, а потом бросили обратно вниз. Он не знал, что они оказываются, называются ангелами. А я знал, что это Божьи ангелы спасли моего сына. Теперь мы рассказываем о Божьей любви другим мусульманам. И наше свидетельство дает силы и между надежду многим людям. Это такое благословение. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.